Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова программа посредновогодних праздников, программа всегда ваш Марк Котлярский, и я всех поздравляю с наступившим Новым годом, это первая программа в Новом году, и надеюсь, что с легкой руки человека, которого я пригласил на свою программу, она будет действительно удачной, как и весь год, который мы только начинаем и прощаясь со старым годом, который был достаточно непростым, недаром сейчас ходит такой очень популярный мем с надписью «С отступающим 2020 годом». Моя семседница сегодня Лея Голуб, ну если вкратце, то это просто, на мой взгляд, человек удивительный, мало того, что это красивая женщина, она еще и таролог, вот, и, как бы скажем так, со своей собственной школой таро, мы об этом еще поговорим, вот, и со своими собственными взглядами на жизнь, не всегда совпадающими с мейтстримом, что самому по себе тоже очень приятно. Вот, Леечка, я тебя приветствую, спасибо, что ты, вот, так сказать, попала ко мне в студию, мы работаем в непростых условиях, Лея там держит этот аппарат свой, который даже видно, что он дрожит, но, тем не менее, тем естественнее будет запись. Леечка, у меня к тебе такой вопрос, вот, я хочу, чтобы ты изложил для начала, а потом у меня будут еще пара вопросов, да, чем отличается твой подход к школе таро и вообще к таро, я знаю, что он отличается, то есть, что для тебя таро и чем ты руководствовалась, когда стала работать с таро? Ой, Марик, ну, наконец-то, привет, можем поздороваться, увидеться, еще раз всех с наступившим годом, ну, как тебе сказать, таро в основном в мире связано с гаданиями, с предсказаниями, с какой-то там черной гущей, свечами и всякими такими магическими атрибутами, которые его окружают. Мой подход к таро отличается в корне, поскольку я считаю, что таро может раскрывать не только прогностические уровни, да, но это такой древний, глубокий инструмент понимания человеком себя и мира. И в своей школе, в том, что я делаю, я ухожу от прогностики и раскрываю другие уровни таро, духовные, те, которые позволяют исследовать мир и себя. Очень интересно. Понятно. Кстати, я прочитал перед нашей с тобой программой любопытную вещь, что когда просмотрел все это по таро, что он говорит, да, вот, и там буквально изложено то, о чем ты говоришь, что действительно таро уже давно перестало быть только инструментом там гадалок, магических каких-то там всяких ритуалов там и так далее, и оно в принципе вплоть до того, что может даже использоваться как психотерапии, как такой, как бы скажем, инструмент, способный достучаться до подсознания человека, вывести его на какой-то уровень и так далее. То есть даже вот в таких психотерапевтических целях, пишется в этой статье, может быть использована система карт таро. Ну да, согласна, поскольку я лично считаю таро самым лучшим качественным учебником психологии, который написал не просто какой-то отдельный человек, а человечество. И дело в том, что арканы таро – это как цикл контакта человек в картинках. И действительно, когда человек начинает общаться с таро, он глубже и шире понимает себя, и через те символы, которые мы видим на арканах, на этих изображениях, тут идёт такая подсознательная сцепка и связка. То есть символизм имеет определённую силу, открывает определённые возможности. Человек, когда с правильным сознанием берёт этот инструмент, он может действительно открыть для себя очень много и совершить то, даже на что не способна психотерапия. Это я наблюдаю в своей школе, просто вот те трансформации, которые происходят у тех людей, которые у меня обучаются, они, ну, один урок может действительно сэкономить огромное количество денег и порой даже сильнее, чем куча каких-то тренингов личностного роста. Это правда. Да, вот это очень здорово, как ты сказала, потому что моя точка зрения на этот счёт, что действительно лучше вот один такой практический урок, чем все эти тренинги личностного роста, которые очень часто проводятся нечистоплотными людьми, недобросовестными, можно сказать, не так резко, недобросовестными людьми, задача которых просто создавать с клиента как можно больше денег. Все эти коучи, все эти личные тренеры, все эти бизнес-тренеры и так далее оказываются очень часто на поверху сапожниками без сапог ещё удачи. Скажи мне, пожалуйста, но то же самое всё-таки касается, наверное, и Таро тоже. То есть, как бы, вот, открой интернет, там, огромное количество людей, которые предлагают тебе всё, что ты хочешь. По Таро, там, исцеление от сглаза, там, я не знаю, там, коммерческий успех, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это же, наверное, скажи, пожалуйста, кстати, это же, наверное, может, неумелое пользование, вот, скажем так, таким инструментом, как Таро, может принести вред. Слушай, я скажу так, когда человек думает, что ему кто-то даст волшебную таблетку, это ему, там, кто угодно, там, что кто-то другой решит его проблему. Психотерапевт, коуч, таролог – это очень большая иллюстрация, потому что все изменения, которые человек хочет сделать, он может сделать только сам. И в этом отношении, ну, ближний тебе не поможет. Но если ты берёшь какой-то инструмент и принимаешь вот эти вот перемены, своё желание, стремление, и действительно начинаешь делать это самостоятельно, ну, под каким-то руководством, да, то тогда это имеет место быть, и действительно, ну, не все, там, психологи, коучи, бизнес-консультанты плохи. Плохи те, кто забирают свободу выбора у человека. И плохи те, кто говорят, я тебе сделаю это, и у тебя всё будет так само собой. Вот это неправда. Тут насколько у человека есть персональная сила провести эти изменения, почувствовать их, взять за них ответственности, поменять, да, потому что с Таро очень много связано, знаешь, когда человек приходит там на консультацию, говорит, ну вот, скажи мне, и думает, что от того, что другой человек ему сказал, что-то поменялось. Ну, это бред, ничего так не меняется. То есть тут нужно собственное действие и, ну, принятие своего выбора и подтверждение его делами. Я совмещаю в своём методе, ну, поскольку я психолог и коуч, я Таро соединила с психологией, с очень хорошей психотерапией и с коучингом. Поэтому, конечно, это суперэффективно. Но я никогда не забираю свободу воли у человека. Ну что, это приятно от тебя слушать, разумные слова. Ты знаешь, я тут прочитал любопытную байку из древнееврейской истории. Как раз, видимо, мне кажется, что она в какой-то степени характеризует то, что ты сейчас сказал. Была знаменитая история, значит, связанная с рабе Акивой и Барковбой, когда Барковба перед каким-то там очень большой, серьёзной битвой, дабы укрепить, как бы, боевой дух своих соратников, обратился к Богу со странными словами «Не помогай и не мешай». И ряд авторитетов религиозных, как бы, или кто-то, люди, верующие, как бы, очень на него это обиделись. Как можно, так сказать, возводить такую хулу на Господа? Как это не обращаться к Господу за помощью? Но один был только тот, кто поддержал Барковбу. Какой-то был рабе Акива, который сказал, что, типа, «Ребята, всё понятно, всё правильно, потому что, как бы, тот самый случай, когда выражается русской пословицей, на Бога надеясь, он сам не плашает». То есть, как бы, нечего всё время уповать на Бога, надо прежде всего уповать на самого себя. Если только ты в состоянии уповать на самого себя, значит, всё и получится. А если только ты будешь искать кого-то, кто бы тебе изменил ситуацию, то никакого изменения не произойдёт. Ну да, одно без другого не существует. Как всегда, нужен баланс. Скажи, пожалуйста, а вот, насколько я понимаю, у тебя много учеников, клиентов, как в этом случае? Ты в основном работаешь в режиме онлайн, насколько я понимаю. То есть, да, насколько я понимаю, по видео, там, я не знаю, зуму, там, и так далее, сейчас в этой ситуации? Ну, конечно, а как иначе? Счастье оффлайна сейчас нам в большей степени мало доступно. Вот. И, собственно, я не ограничиваюсь только оффлайном, поскольку у меня много людей из других стран, с которыми мы общаемся, которые изучают символизм Таро со мной, как это можно всё встраивать в жизнь и раскрывать возможности. Поэтому эта вся ситуация, которая сейчас, она, с одной стороны, даже на пользу, потому что мы можем общаться больше и не привязываться к нашей локации. Скажи, последний вопрос такой, чисто практический, может быть. Таро в какой-то степени, если я ошибаюсь, ты меня поправишь, Таро в какой-то степени может спрогнозировать, смоделировать, скажем, ситуацию, связанную с будущим. То есть, как бы, будущем вообще и будущем какого-то конкретного человека. Но, мой взгляд, именно вот то, что из того, что я слышал от Таро, в нормальных я имею в виду, это некая, предлагается человеку, предлагается некая модель возможности ситуации, в которой он будет существовать. Как всегда, есть право выбора. Он может существовать, может не существовать. Вот если говорить об этом, вот насколько это согласуется с твоим подходом? Смотри, я не очень люблю прогностическое Таро, которое отвечает на вопрос, что у меня будет. Поскольку, ну, я считаю, что у каждого человека есть, ну, не знаю, там, огромное количество вариантов развития его персонального будущего, да. И когда он приходит с таким вопросом к Тарологу, а что у меня будет там в Новом году, а что у меня будет там, ну, в общем, понятно, то Таролог может показать только один путь развития событий. Ну, и зачем это надо? Вот мой подход, он в корне другой, поскольку я исхожу из того, что будет всё равно так, как надо, и будет так, как, ну, классно, да. Но посмотреть какой-то наиболее успешный путь к тому, чтобы было очень здорово, то есть ответить на вопрос, что я могу сделать для того, чтобы у меня было очень хорошо. Вот такой прогноз я люблю делать. И делаю сама себе, и делаю тем, кто ко мне приходит, с удовольствием. А прогнозировать событийный ряд, я считаю, что это, ну, не просто не полезно, а очень вредно. Поскольку, когда мы спрашиваем, что у меня будет завтра, то мы существенно ограничиваем, ну, волю Творца и связываем ему руки. Вот как-то так, наверное. Ну, понятно. То есть, не, не, очень понятно ты объяснила, и... Ну, то есть, но при этом, самый уже последний вопрос, при этом, Леечка, скажи мне, пожалуйста, если придется к тебе человек, то есть, ты не любишь прогностическое таро, ты не любишь вот именно такого рода, сказать, что будет завтра, там, и так далее. Но если к тебе, это последний как бы вопрос, больше тебя мучить не буду сегодня, если к тебе действительно придет такой человек и скажет, Лея, я хочу, чтобы вот... Придет такой клиент. Ну, к тебе пришел клиент. Ты дашь ему отворот-поворот или попытайся объяснить, что этого не нужно делать? Не, ну, а зачем давать от, ну, поворот, отворот человеку, которому нужна какая-то помощь? Просто я знаю, как это сделать лучше. Поэтому все... Большинство запросов к тарологу начинается с вопросом, что у меня будет. Ну, естественно, мы просто их раскрываем по-другому и, ну, смотрим другие вариативности, возможности, и что действительно нужно сделать, чтобы было очень хорошо. Да. И никто не жалуется. Или кто может быть, да. Это всегда больше. Как правило, тарологи не дают такую стратегию поведения, стратегию успешных действий, а просто говорят, что будет. Ну, вот я немножечко неправильный таролог. Как говорят на иврите, будет хорошо переводиться, как бы, и это... Окей. Хорошо. Ну что, я все, как бы, исчерпал свои вопросы. Опять-таки, я думаю, что мы еще с тобой не раз встретимся на моем канале. Вот. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я напоминаю, что у меня сегодня в гостях была совершенно очаровательная женщина. Несказанного очарования, я бы сказал. Невообразимого очарования. Но, кроме всего прочего, еще таролог, коуч, психолог в одном лице. Так что, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы с Леей постараемся на них ответить. Вот. А если кто хочет с Леей как-то связаться напрямую, я думаю, что, то есть сказать, пожалуйста, можно через меня там или через ссылку какую-то связаться, задать вопрос. Но, в принципе, можно это сделать и в самой нашей программе. Мы обязательно там посвятим какую-то программу вашим вопросам. Окей. Спасибо. Еще раз напоминаю, с вами был Марк Котлярский. В программе всегда ваш. До следующих встреч в эфире. Спасибо. Спасибо.